Продолжение следует... 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 Что касается первой части предложения нашего замечательного такого заочного знакомого по поводу названия «Время – ход», как бы мне ход мысли понятен и близок, но, тем не менее, исходя из истории названий, которые для разных технических устройств давались на Руси, мне почему-то кажется, что «Время – ход» не приживется точно так же, как он не приживался для ряда других технических новинок в нашей истории. Напомню, например, первое название паровоза, ну, потом паровоз стал тепловозом, потом электровозом, вот сейчас мы на электровозах ездим, может быть, и это название не вечно, может, через некоторое время будем ездить на каких-нибудь квазивозах или атомовозах, не знаю, так сказать, что будет дальше, но первое название, вот это я знаю, уже многие, наверное, подзабыли. Паровозы назывались пароходами, еще до появления пароходов морских, ну, за ними, к ним это перешло название. Так что не хочу давать название технике, заведомо зная, что это название будет временным. Вот время-ход, думаю, что это тот неудачный вариант. Время-лед – это другое, это, мне кажется, более удачным. Но в любом случае мы, в конце концов, перебираем варианты и еще можем себе позволить, и еще некоторое время можем себе позволить это делать. На какой версии остановимся? Время-лед или темпа-лед, или машина-времени, или там иные какие-то варианты? Ну, что называется, покажет, опять же, покажет время. Давайте следующий вопрос. Идем дальше. Вопрос в эфир от Виталия из Эстонии. Вадим, вы смотрели фильм «Машина-времени» 2002 год? Я вас уверяю, по тематике я прочитал массу, обязан был просто это сделать, прочитал массу художественной фантастической литературы и научно-популярной, естественно, и научной литературы. И уж, конечно, я не мог, как бы сказать, избежать соблазна пересмотреть фильмы. Так что не спрашивайте меня по отдельным фильмам. Некоторые фильмы, такие как «Назад в будущее», «Назад в будущее 2», «Назад в будущее 3», это просто мои любимые фильмы. Так что и тот фильм, про который спрашивает наш радиослушатель, конечно, я видел. На большинство фильмов и книг я даже, так сказать, рецензию, мини-рецензию, там, размером 1-2 абзаца, я в своих книгах по машине времени привожу. Но не общие фразы, а, как бы сказать, так аккуратно и чтобы не обидеть режиссеров, потому что у них одна задача, а у меня другая. Я привожу, на мой взгляд, технические моменты, которые были правильно отражены и, наоборот, так сказать, каких-то блох вычищаю в этих самых и фильмах, и в книгах. Но в целом, как бы, мне эта идея, естественно, нравится, в смысле, вот эта тематика нравится. Но я прекрасно понимаю, и я надеюсь, радиослушатели тоже разделяют мою мысль, что у меня и у режиссеров фильма разные задачи. И им надо как-то визуализировать эффекты. И поэтому отсюда там и дымы, и какие-то там огненные сполохи и иные, так сказать, спецэффекты. А реальная машина времени, ну, по крайней мере, те установки, с которыми я имел дело, с которыми экспериментировал, с которыми экспериментируют другие, мы, может быть, еще коснемся этой темы, потому что она, эта тема уже давно вышла за пределы фантастической прозы и фантастических фильмов. Но вот к неудовольствию режиссера фильма вот таких вот спецэффектов с дымами и огнями там не хватает. Поэтому я не строг в плане критики к режиссерам, понимаю, им нужно добиться именно визуального эффекта. И простим их за это, и будем любить их не за техническую правду, а за то, что они раскрепощают наше сознание. И готовят, ну, и где-то, вот я так высокопарно скажу, готовят нас к мысли о том, что это вполне нормальная, так сказать, вовсе не сказочная способность. И рано или поздно она станет достоянием нашей обыденности. Ну, добавлю, только гораздо раньше, чем кажется многим из нас. Хорошо. Вопрос эфир. Ярослав, город Ногинск. Пишет следующее. Например, термин «раскол». Человек раскололся на две части, и одна из его частиц ушла в прошлое. Отличный пример. Да, да, да. Или будущее. А потом вернулась в тот момент, откуда была отправлена. Так скажем, может она передать то прожитое время в будущем или в прошлом? Или вообще это возможно? Возможно с оговоркой «к сожалению». Значит, вот этот пример, за который я благодарен Ярославу, он чётко подпадает под перечень болезней времени, конечно, который я же предупредил, я не все примеры привёл, чётко попадает, потому что мы с этим побочным эффектом, но это не совсем болезнь, потому что это скорее производственная травма. Сами понимаете, если это произошло, вот такая неприятность, что одна часть вашего тела полетела в одном направлении времени, а другая часть в другом. При этом, подчёркиваю, вас не разорвало на две части, как при взрыве артиллерийского снаряда. Вы всё ещё, пока ещё, вроде бы визуально одно тело, но вот последствия могут быть не менее страшны, чем если вас, извините, перепилили пилой, или перерезала вагонеткой, или разорвало снарядом, потому что последствия тяжёлые. Вот именно из-за этого последствия, к сожалению, мы на первых экспериментах получали гарантированные смерти лабораторных животных. Сначала мы на мышах пробовали, и к людям, сначала, вернее, к собаке, к экспериментам на собаке, а потом к экспериментам на людях. Мы приступили только тогда, когда научились делать так, чтобы лабораторные животные выживали. Причину их смертей мы именно этим и объясняли. Если скорости движения времени в разных частях тела были, если они не разнонаправленными, это вообще крайний случай, это просто смерть, может быть, даже мгновенная. В наших случаях всё было менее, так сказать, страшно. Достаточно было для смертельной ситуации достаточно даже не то, чтобы ваши разные части тела летели одно в прошлое, одно в будущее, а достаточно того, чтобы они двигались в одном направлении времени, но с разными скоростями. Этого уже, так сказать, этого ужаса достаточно, чтобы человек не пережил этого. Человек или животное. Почему? Да потому что наши организмы сотканы из сложного сочетания биоритмов. Альфа, бета и прочие, так сказать, мозговые ритмы, сердечные ритмы, в нашем организме всё так отлажено и отрегулировано, что по сравнению с нашим обычным человеческим телом или телом мышки какой-то там несчастной, простенькой, внутреннее устройство компьютера так просто каменный век. Внутренний механизм сложных электрических или электронных устройств это жалкоподобие того, что, так сказать, сделано, довела до совершенства природа в нашем случае. Но даже, так сказать, в этом жалком подобии мы прекрасно знаем, что будет, если ритмы внутренних механизмов собьются. Компьютер ломается, механизмы выходят из строя. Ну а с человеком, как это выглядит? Могу один пример привести. Достаточно простой, доходчивый, но от этого не менее страшный. Пример такой, риторический вопрос. Что будет, если сердечные ритмы будут искусственно? То есть вот вы поместили человека в машину времени, и воздействуете на разные участки тела с разной скоростью времени. Что будет, если сердечные ритмы, которые, подчеркиваю, очень подогнаны, отрегулированы с величайшей точностью, позволяющим нашему естественному моторчику под названием сердце работать. Это почти по Фреду я, так сказать, оговорился. Моторчик наш работает всю нашу жизнь, то есть без подзарядки, без перерывов. Для кого-то там отмерено 40 лет, для кого-то 140. Но пока мы живы, моторчик работает идеально. Но если он дает сбой, сбой по ритму, это болезнь, не пугайтесь, пожалуйста, для медиков это не секрет. Эта болезнь в одном случае называется инсульт. А последствия инсульта, в общем, надеюсь, к сожалению, может быть, кто-то лично и не перенес, но прекрасно знает, насколько это страшная болезнь. И каким овощем, и каким инвалидом человек становится в лучшем случае, если вообще, так сказать, остается живым после инсульта. А другой вариант сбоя сердечных ритмов называется инфаркт, что называется хрен редкий, не слаще. Вот это два примера, на мой взгляд, характеризуют эту проблему слишком хорошо, чтобы вот так залихватски, без подготовки, без теоретического обоснования, без перестраховки приступать к этим экспериментам. Подчеркиваю, это производственная болезнь. Ничего страшного, в принципе, в этом нет, потому что любой новый способ перемещения ведет к появлению новых каких-то вот иногда непредсказуемых производственных травм, иногда, так сказать, несовместимых с жизнью. Если кто-то надеется, что новых высот в технологиях мы добьемся малой кровью, мы постараемся, конечно, это сделать с минимальными потерями, но совсем бескровно, знаете, инструкции пишутся на крови, в конце концов. Пока что в наших экспериментах, кроме мышей, никто больше не погиб, но эти эксперименты на людях были временно прекращены нами до момента решения проблемы, как раз из-за того, что эксперименты на людях показали, что физиологически, то есть я могу это подтвердить и на своем личном опыте, потому что, конечно, я не удержался от соблазна и лично, так сказать, в том числе, среди других испытуемых проверил на себе, всего было на девяти людях это проверено, и большинство людей, в основном это мужчины, после проведения экспериментов, рассказывая о подробностях пережитое, в момент включения машины времени и в момент выключения вот эти два ключевых, важных момента работы этой машины, они испытывали, и в том числе и я, испытывали однотипные субъективные переживания, очень похожие на прединсультные, когда сердце вдруг, ты слышишь, что где-то щелкнул тумблер, управление машиной временем у нас было вынесено, продублировано, можно было отключить машину изнутри, в случае каких-то там непредвиденных обстоятельств, но, тем не менее, так сказать, основное управление было снаружи, но как только я слышал, что тумблер включился или тумблер выключился, я ощущал, что мое сердце просто вот как дикий зверь вырывается из грудной клетки, поскольку до этого и после этого, к счастью, так сказать, я инсульта не переживал, для меня это было и внове, я никогда, ни до, ни после ничего подобного, так сказать, не ощущал, но я испытывая это в тот момент, я понимал, что это нечто, так сказать, совсем не шутейное, и действительно, это более чем неприятно, и потом я очень долго советовался с медиками, ну, на что это похоже, и ловил себя на мысли, что для медиков это не было никакой, так сказать, никаким откровением, они однозначно, описанное мною, идентифицировали как инсульт, разве что не верили мне, потому что внешне, так сказать, на мне и на других участниках эксперимента этот вроде бы классический инсульт не оставил последствий, то есть это такой мягкий вариант искусственного инсульта, термин, конечно, не медицинский, слово искусственный инсульт, ну, конечно же, не употребляется в медицине, потому что он может быть только обычным, искусственного инсульта, насколько я знаю, вводить не могут, но, видимо, так сказать, в данном случае это можно сделать. Я догадываюсь, что есть и другие способы, другие виды профессиональных болезней, и нам, ну, решение всех этих проблем и инсультных, и инфарктах, и, наверное, многих других, потому что со временем связаны многие наши ритмы, и, соответственно, любое нарушение ритма ведет к появлению разного рода знакомых медициней и незнакомых медициней профессиональных болезней. Вот мы опять, так сказать, напоминаем о теме нашего сегодняшнего разговора болезни времени, но лечатся, точнее, профилактируются они прежде всего одним способом. Чем более качественная будет сборка и чем более отлаженная работа машины времени, чем более мягким будет перемещение, и, в конечном итоге, чем более оно будет синхронным, то есть подсинхронным я подразумеваю, когда на всем внутреннем объеме пилотской кабины у нас скорость времени одинаково вплоть до тысячной доли процента, в этом случае проблем я не вижу. Как вы понимаете, добиться нам этого сложно с нашим отсутствием финансирования. Мы это делаем за свои деньги, и понятно, что это сказывается на качестве, ну и, соответственно, на безопасности. Значит, другие подробности я здесь опускаю, потому что невольно выдаю технологические секреты, которые, так сказать, с удовольствием могут воспользоваться наши потенциальные конкуренты, которые, в отличие от нас, финансирование имеют прекрасное. Лаборатория Алина Холта в Америке, которая уже достаточно давно работает параллельно нам над созданием «Машины времени», пожалуйста, так сказать, не удивляйтесь, я вам не вечерние сказки рассказываю, а, может быть, где-то приоткрываю, так сказать, завесу технологических, одни из самых страшных технологических тайн 21 века. Эта лаборатория имеет финансирование, начинали они с финансированием 600 миллионов долларов в год, сейчас я могу ошибаться в меньшую сторону, они могут иметь уже больше сумму годового финансирования, чем я скажу, сейчас речь идет о примерно сумме в 2 миллиарда долларов в год, так что цена строительства «Машины времени» сами понимаете, это весьма затратное дело, но в конечном итоге победит и первым полетит к фараонам тот, кто добьется того, чтобы этот полет был синхронным, то есть на вопрос Ярославля я хочу сказать, это одна из самых злободневных на сегодняшний момент проблем при создании «Машины времени», вот когда мы добьемся того, чтобы полет человека был синхронным, тогда проблем этих не будет, если не добьемся, то будет так, как сказал Ярослав, печально и страшно. Одна час летит в прошлое, другая час летит в будущее, при этом человек остается внешне целым, но немножко мертвым. Дальше вопросы есть? У нас больше 20 заметок и вопросов, так что предлагаю не растекаться по древу. Хорошо, постараюсь, но уж больно Ярослав меня задел этим злободневным для меня вопросом. Чувствуется, кстати, растекаться по древу, это реальное выражение в древности, когда писали, когда по дереву вырезали на дощечках, вот это означало растечься мыслью по древу, а не просто так, что швасовская. Раз пошел такой разговор, добавлю, что растекаться по времени в терминологии машины времени означает выбрать для перемещения во времени нужный вариант дерева времени. По дереву времени я подразумеваю вариабельность времени, путешествовать сверху вниз можно легко, потому что спускаясь с веток вы выйдете неминуемо на единственно верный вариант прошлого, то есть в аналогии с деревом это один ствол, с любой ветки спускайтесь, вы все равно попадаете на один ствол, без вариантов, а вот двигаться из прошлого в будущего в силу вариабельности разных вариантов реальности тяжело и вот это состояние то есть выбора движения хрононавигацию так называемую то есть я написал уже работу по хрононавигации о том как попасть в нужную ветку истории вот так сказать в самом таком литературном может быть не совсем научном изложении это звучит именно так как вы сказали растекаться по древу только по древу времени вот так хорошо так значит писать на дощах то есть на дощечках это растекаться по времени и вот двигаться по времени то же самое по древу да по древу идем дальше вопрос в эфир от Владимира Изматича Вадим желаю тебе крепкого здоровья очень рад тому что величайший исследователь аномальных явлений 20 века 1 века 21 века обратил 20 и 21 века обратил свое внимание на тему биологического управления времени у меня к тебе следующие вопросы судя по свидетельствам свидетельским показаниям людей переживших аварийные ситуации они как правило наблюдали свои действия как бы со стороны на основании этого можно сделать предположение что орган регулирующий работу человека со временем и перехватывающие оперативное управление в стрессовых ситуациях находится вне человеческого тела как считаешь не могу возражать аргументированно возражать я проверю эти мнения то есть я его оставляю как запасной вариант ну не первой значимости рабочая версия конечно все еще состоит в том что этот орган находится внутри человека но я не исключаю того что мы не являемся мы в смысле люди не являемся закрытой системой и хотя бы то что этот орган который синхронизирует наше время как бы сказать каждую он регулярно должен синхронизировать наше время чтобы быть в рабочем состоянии и делает это не удивляйтесь пожалуйста во время сна поэтому без сна никто из нас за исключением редчайших случаев есть болезни это тоже болезни времени о которых я не упоминал разновидность такая болезни когда отдельные индивидуумы способны прожить без сна я изучал этих людей внешне они не отличаются как бы сказать от нас простых смертных за исключением одного вот это одно и является то на что обратил внимание у них рассинхронизирована эта способность то есть это люди у которых ну что называется внутренний вот этот орган внутренний не в состоянии сработать то есть иными словами подытоживая так сказать в первом приближении то что я хотел сказать я убежден что каждый из нас носит что называется все свое ношу с собой но тем не менее мы не закрытая система и каким-то образом мы связаны может быть ну кому-то сейчас вот прям наверняка чувство хочется добавить там с богом кто-то скажет со всемирным разумом с каким-нибудь энергополем или иной сферой но сферой я сейчас не буду за отдельный термин цепляться осторожно скажу с внешними источниками может быть с такими же как мы людьми но в любом случае для меня актуально и абсолютно доказано ну на уровне в рабочей версии что что система не закрыта и нуждается время от времени нуждается вот в синхронизации так что ответ на вопрос нашего общего знакомого такого заочного и да и нет орган и внутри нас но для работы органов нужно время от времени так сказать обращение к внешнему источнику к некому так сказать всемирному космическому интернету извините за такой термин который мне самому не нравится это термин исключительно чтобы избежать других терминов которые на слуху продолжение и еще хочу спросить тебя вот о чем к сожалению в подавляющем большинстве случаев когда человек начинает разбираться в ситуации и обретает жизненную позицию он сталкивается с жестоким фактом что его жизнь уже перевалила как минимум за свою половину и годы максимальной жизненной энергии уже ушли поиск технологии машины времени это защитная реакция разума перед этим фактом каждый может трактовать делать выводы по своему усмотрению в конце концов я же не считаю себя в праве называть себя философом учителем и говорить что мои взгляды на жизнь единственное верные в конце концов не все разделяют мои взгляды я от этого не печалюсь если кто-то трактует их так ради бога если ему станет понятно так сказать мои личные взгляды на жизни мои личные жизненные ценности да ради бога лишь бы как говорят в таких случаях не называйте как хотите только не называйте горшком чтобы не ставить в печь почему я так спокойно к этому отношусь потому что я знаю одно в этом я уверен на все 100% что трактовать вот эти жизненные ценности ну по крайней мере в нашем случае имеет право только один человек этот человек не я не себя под этим призываю этот человек это условный наш внук или правнук вот с высоты своих знаний он уже так сказать более грамотно определится кто был прав кто не прав кто так сказать даже из правых в чем-то заблуждался в чем-то наверняка конечно я заблуждаюсь и я я так спокойно это говорю понимаю что тот кто много делает тот много и ошибается так что все нормально как бы вы понимаете вы как я или не понимаете или понимаете лучше чем я это во всем таких в таких мелочах кто из нас правее кто из нас еще более правее чем самые правые знаете оставим это дело так сказать для наших внуков им виднее а мы как бы знаешь ты чем заниматься не знаешь делай то что считаешь должным примерно так хорошо из ютуба Аз Велесов написал а что такое машина времени коротко устроить транспортное устройство для перемещения во времени я думаю бесспорно так сказать согласен вопрос эфир Вадиму Черноброву какие предметы покупали пришельцы в том заброшенном магазинчике ну там он там был не заброшенный на отшибе который был про который Вадим да о котором Вадим Александрович рассказывал в прошлый раз к слову сказать эту передачу как вы догадываетесь я намекал на это слушал и продавец этого магазина но я из соображений конспирации не выдавал так сказать ни имени ни адреса понятно остальные меня простят но он мне после этой передачи там очень большие письма он и до этого большие письма и после этого так сказать для него эта тема как вы понимаете гораздо более актуальна чем для большинства радиослушателей потому что он участник фактически такой этой радиопередачи был так вот я не могу к сожалению соблюдая по прежнему конспирацию как у врачей есть врачебная этика они не выдают фамилии своих пациентов так у меня есть своя не врачебная но тем не менее этика я тоже не выдаю так сказать в ряде случаев имен и адресов своих информаторов вот поэтому я к сожалению не могу до конца четко сказать ассортимент не потому что я не знаю ассортимент тех товаров которые покупали люди потому что я сразу выдам название магазина поэтому простите меня пожалуйста я не могу ответить на этот вопрос потому что как только я скажу товар сразу станет понятно как называется этот магазин давайте сохраним для чистоты эксперимента не потому что я такой злой и не желаю так сказать делиться с вами информацией а потому что я считаю эксперимент незаконченным и считаю что явка еще не провалена и есть вероятность того что эти так сказать хронопутешественники там еще окажутся давайте так сказать сохраним для них по крайней мере интригу в надежде на то что они еще появятся и наш информатор который так сказать является фактически нашим таким тайным агентом в этом магазине в таком случае получает шанс некоторое время еще сохранить конспирацию и соответственно вероятность новой встречи нам она очень нужна и не только там так что я извинился за то что не могу пока этого сделать ну если явка будет провалена тогда конечно через некоторое время я скажу все что мне разрешит сказать информатор может быть даже его фамилию имя адрес пусть это будет реклама этому магазину но потом потом ну в общем ты уже все сказал ты сказал уже вообще все ладно за расческой короче за расческой назовем это расческой хорошо согласен но это были но это были не расчески у меня просто в советские времена вспоминают там был такой анекдот говорит у нас завод производит ну там к примеру автомобили да там или сельскохозяйственную технику ну говорит таскаю с завода из запчасти собираю все время ракеты получается вот из этой же серии и там один знакомый где ты работаешь в институте а что делать расчески изготавливаю вот примерно так же так что расчески хорошо идем дальше идем дальше Александр за этот вопрос в эфир почему время всегда замедляется перед катастрофой а не ускоряется если бы ускорялось то можно было бы тоже избежать то есть глянуть в будущее я немножко эту тему приоткрыл и сказал что я насчитал четыре варианта реакции человеческого органа на сверхсредственную ситуацию так что так что напрасно задает он этот вопрос действительно среди этих вариантов есть и тот про который сказал человек но наиболее распространенным естественно является вот по вполне понятным причинам вариант когда время ускоряется внутреннее время когда мы видим замедленное кино напомню так сказать как это выглядит для для участника событий почему ну надеюсь тоже из нашего разговора понятно так что вариантов много и может быть есть еще пятый вариант который я еще не знаю хорошо вопрос прежде чем от олега луговика зачитывать вопрос я тебе задам вопрос ты пятибрата знаешь такая фамилия тебе о чем-то говорит да конечно много нас слышим правда заочно с ним знаком так хорошо тогда вопрос вот олега ваше мнение о пятибрате и его книге глубинная книга вот тоже я стараюсь избегать вопросов но радиоведущий знает и постоянно радиослушатели знают я не отвечаю на вопросы когда просят перейти на личности уважаю я человека разделяю его взгляды или наоборот являюсь противником взглядов тем не менее я считаю не вправе переходить на личности ну хотя бы потому что любой человек и я кстати говоря не исключение имеет право на ошибку по принципу чем больше занимаешься тем больше ошибаешься поэтому в чем-то я согласен с пятибратом ну так общими фразами извините отделаюсь зерна зерна истины безусловно есть но его как бы истовым сторонником этих взглядов наверное я себя к таковым не отношу так что спокойно отношусь читайте и этот источник почему бы и нет ну читайте критически и в конце концов мои книги точно так же я не воспринимайте на веру никого никогда не призывал верить мне и как не призываю верить пятибрату критически относитесь к любой информации ищите зерна истины даже так сказать в тех направлениях которые я считаю абсолютно перспективными хотя бы потому что если так сказать вы будете критически относиться вы сумеете что-то новое привнести в те занятия которые которыми например я занимаюсь а если будете только верить мне в лучшем случае только повторите сделанное мною но не совершите так сказать какой-то новый рывок вперед а я в этом плане не жадный человек и очень бы хотел чтобы мы в этом величайшем прорыве человеческого прогресса под которым я поджигаю темпоранавтику перемещения во времени машины времени и прочее я считаю на сегодняшний момент самым актуальным и самым перспективным технологическим ближайшим величайшим революционным прорывом который конечно же в силу того что конкуренты у нас огромные я про того Алина Холта я надеюсь вы не забыли какие деньжищи тратятся так сказать и тратятся они как вы понимаете не ради любви к искусству и поэтому задача так сказать пассивно ждать когда на рынок выбросят новый айфон просто так сказать дождаться и купить эту новую безделушку это не тот случай здесь ставки велики так что мы даже до конца не осознаем что какие изменения в жизни нас ждут но они придут эти изменения вне зависимости от того пассивно мы будем ждать или активно а вот последствия в обоих вариантах будут как вы понимаете диаметрально противоположными так что помогайте если не нематериально то хотя бы так сказать свежими идеями не верьте мне а критически относитесь дорабатывайте идеи двигайте науку вперед я не ожидал другого ответа от тебя на личности мы никогда не переходим но здесь я вот думал про книгу скажешь ты сказал что читайте читайте но все критически и вот тут я хочу добавить помните анекдот когда мужик стирал штаны говорит ну никому верить нельзя даже себе вот из этой же серии вот повесьте фотографию мюллера улыбающегося когда муж стирал никому верить нельзя вот а мне можно добавлял мюллер ну это многоточие там оставим вот повесьте эту фотографию рядом с телевизором рядом с монитором компьютера как закладочку в книге какой-нибудь чтобы это было всегда с вами чтобы у вас было критическое отношение к всему что вы видите слышите кто-то где-то читаете кто-то вам что-то говорит вот всегда имейте такие закладки в уме никому верить нельзя до тех пор пока вы это не проверили сами пока вы не просто вот воочию не увидели нет пока вы не осознали что это не просто басеньки какие-то а это возможно именно возможно это есть тогда все нормально а так вам могут стрекороба там то же самое мне никогда не верьте идем дальше хорошо вопрос в эфир Вадиму а если здравствуйте Вадим если предложить предположить что у человека есть дух в скобочках душа и если это мне нравится предположить да и если существует такое явление как реинкарнация в скобочках перевоплощение душ то выходит что путешественник во времени может оказаться во временах где параллельно живет его душа но в другом теле телах как вы считаете возможно ли раздвоение души в этом случае присутствие в двух телах одновременно может ли возникнуть некая душевная болезнь у путешественников во времени в этом случае или же возможность путешествия во времени опровергает возможность существования души и реинкарнации или наоборот может показать что если душа существует то она находится вне пространства и времени сразу скажу вопрос очень сложный и я постараюсь абстрагироваться от этого вопроса чтобы невольно вольно или невольно оказаться сторонником каких-то религиозных учений ну некоторые религии предполагают даже не предполагают а утверждают что есть реинкарнация некоторые абсолютно это опровергают вот чтобы мне не лить воду на какую-то религию или против какой-то религии или против какой-то другой религии я хочу сказать что для меня это вопрос сложный и нерешетный до конца да я испытывал личный опыт то есть были случаи когда я был не на грани смерти а за гранью смерти но все-таки это было не очень долго недостаточно долго чтобы так уверенно говорить что я пережил ну не дошло дело в общем до реинкарнации я надеюсь что я остался живым в прежнем своем так сказать теле и с прежней душой скорее всего ну по крайней мере других вариантов тут я не вижу но это личное так сказать переживание которое конечно уважаемые ученые не в качестве довода никогда не приводит приводят ссылки на других проверенные или малопроверенные косвенные или прямые доказательства в этом плане конечно выбор тоже не очень большой поскольку достоверных случаев достоверно проверенных не так много но не есть могу сказать из тоже личного так сказать лично проверенного за то что я могу ручаться что называется вплоть до того что если кто-то хочет проверить на своей шкуре то что называется в частном порядке пусть обращается ко мне я подскажу места куда можно отправиться небольшой группой то есть ни в коем случае не толпой и почти гарантированно получить жизненный опыт вот с теми терминами не буду повторять вопроса я надеюсь радиослушатели его не забыли и в этих местах можно гарантировать ну с некоторой долей гарантии не сто процентов но очень большой получить вот этот жизненный опыт вы заснете в теле из душой собственной но за ночь вы можете иметь и шанс очень большой пережить реинкарнировать и прожить жизнь за ночь утром вы проснетесь и некоторое время будете находиться между двумя реальностями ну вот могу сказать это занимает наверное несколько дней когда прожив за ночь всю судьбу одного человека от рождения отрочества детства отрочества юности зрелости старости и смерти у некоторых этот жизненный опыт сокращается кто-то умирает там раньше не дожив до старости прожив жизнь целого человека получив весь жизненный опыт я например пережил за одну из ночей жизненный опыт получил воина моряка который воевал на торпедоносце и погиб в 44-м году возле норвежского берега во время торпедной атаки и когда я утром проснулся у меня руки помнили управление торпедным катером то есть я был абсолютно уверен посади меня сейчас за за командовать и управлять торпедным катером я это сделаю просто вот без проблем как профессионал и вот это чувство продолжалось порядка трех суток пока так сказать я другого человека не заменилось не восстановилось полностью на мое собственное я и через некоторое время естественно вот этот жизненный опыт когда руки помнят как управлять он пропал второй эпизод был связан с жизнью летчика и то же самое это был очень опытный летчик который тоже прожил немалую жизнь и я несколько дней после этого тоже так сказать был абсолютно уверен что подыму и посажу любой из тех самолетов которым управлял при жизни этот человек вот поэтому ну еще раз подчеркиваю я хотел бы сейчас уйти от собственных воспоминаний к тому что это повторяемый эксперимент я подчеркиваю это можно повторить но по понятным причинам я не привожу в открытой в открытых книгах своих адресов адреса этого места не хочу чтобы его так сказать превратили в какое-то я не знаю там фестиваль или еще что-то в этом роде оставьте так сказать это для исследований чтобы не затоптали его но то что этот эксперимент повторяемый дает мне основания причем ну с разными людьми то есть проверили в общей сложности наверное это на себе ну человек наверное 30-40 причем ни одного повторяемого случая не было у каждого своя история не всегда как бы сказать связанная с реинкарнацией это временная реинкарнация понятное дело а может быть и не реинкарнация может быть это неудачный термин я сейчас привожу но в любом случае подчеркиваю это нечто что объяснить вот так вот с наскока и как бы сказать как подвести какую-то теоретическую базу ну пока я считаю невозможным это требует изучения и я понимаю что нельзя этим злоупотреблять потому что есть конечно опасности и и в этом эксперименте злоупотреблять ни в коем случае нельзя поэтому прежде чем кто-то так сказать решится и попросится напишет мне в личку там а я хочу поехать сразу говорю даже не пытайтесь это сделать если вы пишете с анонимного аккаунта анонимы на меня обижаются но я с неизвестными людьми никакого сотрудничества не веду заранее предупреждаю даже не напрягайтесь потому что заканчивается это потоком брани в мой адрес ничем хорошим иным это не закончится а людям которым я доверяю не анонимам ну я должен убедиться что сначала что они понимают ну ради чего так сказать они идут на определенный риск и чтобы тоже обошлось без обид и как бы сказать мы добились результата максимально безопасного вот так что тема не закрыта и тема в которой я не могу ответить однозначно на вопрос радиослушателя я это не исключаю но и не разделяю вот такого вот ну как я как я бы сказал несколько упрощенного как мне кажется взгляда на ситуацию вот который радиослушатель описал может быть он упрощенно описал знает более сложный вариант но это я не знаю может быть но я считаю ситуация сложнее и от этого она более интересна чем вот такие примитивные наши религиозные взгляды некоторых религий на тему вот путешествия души это это что называется начальный уровень на первом каком-то начальном уровне может быть людям вполне нормально рассказывать такую версию что такое душа как она путешествует но меня это такое простецкое объяснение уже не устраивает так что я бы хотел не верить я бы хотел знать но пока я не знаю и честно в этом признаюсь про термин ты сказал значит вот если мы говорим реинкарнация вернее да реинкарнация то в этом случае это повторное создание живой модели куда вселяется душа дух живатмы и все что с этим связано если же мы говорим инкарнация то это временное вселение уже в готовое тело с какой-либо целью поэтому в данном случае если из всех этих терминов которые мы сейчас употребляем то инкарнация в данном случае более уместно да вот хорошо принимаю поговорку поделилась информация и вышла и дальше у тебя опыт остается от этого ты благодарен и идешь дальше по жизни но злоупотреблять и согласие на этим не надо хорошо что это место где понятно что происходит а то бывает так тюкнет и ты другой человек и не всегда в лучшем смысле этого слова да не надо доводить до этого да хотя иногда это вне нашего желания действительно такое случается да ну надеюсь что все-таки чаще добро вселяется чтобы человеку помочь выбрыз ситуацию тоже надеюсь хотя опять же возвращаюсь не могу не упомянуть если вы находитесь под допингом под действием спиртных то не надейтесь что вам селится какая-то добрая сущность скорее это будет совсем нечто противоположное да не скорее так оно и будет еще раз на каких вибрациях вы вибрируете то вы притягиваете если вы водите с волками то волки к вам придут если по заячу то зайц к вам прибьют хрюкайте как свинья то и свиньи к вам прибегут будьте потом в навозе кувыркаться так что думайте куда вы денете об этом мы уже говорили неоднократно идем дальше вопрос эфир из ютуба от Ратибора Берестова Вадим скажите когда можно будет купить вашу книгу машина времени в новом издании или вообще купить любую ну уже ты ответил на этот вопрос да я не продаю но как только будет издание соответственно оно будет в обычных магазинах если переиздания нет соответственно бесплатное скачивание в интернете да повторяться не будем вопрос эфира от Владимира Змотича Вадим уважаю твою точку зрения ценю исследование но выражу свою точку зрения я исхожу из того что все все или все все сознание человека это воспоминания только что происходящего фактически человек всегда отстает на миг от происходящих событий вероятно человеческое восприятие постоянно работает на очень больших скоростях восприятия происходящих событий но для экономии сил органы восприятия передают сознанию только небольшую часть полученного потока в стрессовых ситуациях сознание переходит на нормальную скорость обработки воспринимаемого потока при этом у людей переживающих стресс возникает удивление своим способностям а фактически удивление должно вызывать то что люди всю свою жизнь проводят в режиме экономии сил как зомби в режиме сна получается что вся будничная жизнь сознание в режиме экономии энергии о как ну что называется я частично разделяю здесь эту точку зрения хотя хотят понимают что тех же целях можно добиться другими способами например ну во первых я считаю что в обычном нормальном штатном состоянии сознания человек вовсе не обязательно получает информацию только с некоторой задержкой то есть условно говоря из ближайшего будущего но так сказать наша обычная штатная возможность мы получаем информацию из некой сферы окружающей нас то есть и из будущего и из прошлого и из некоторых параллельных каких-то вариантов разумеется мы это не можем там отслеживать и оценивать достаточно быстро потому что поток информации через нас идет действительно колоссальный и чтобы в стрессовой сверхстрессовой ситуации мы правильно оценивали ситуацию действительно вот здесь я полностью согласен надо отсекать все лишнее то есть обращать что называется мобилизовывать организм мобилизовывать сознание под самую важную тему а в такой ситуации самая важная тема это выживание и пути решения вот этой мобилизации они уже хорошо известны ну например например хорошо известно что вот в сверхстрессовых ситуациях у человека вырубается большая часть зрительного потока а вот поток информационный который идет через мозги он там на 90 или около 90 процентов состоит из работы органа чувств зрения из работы глаз поток информации идет колоссальный представляете что такое 90 процентов вот все остальное нужно нам это 10 процентов и в таких ситуациях возникает так называемое тоннельное зрение это когда вот периферийное полностью отсутствует и человек видит действительно многие описывают вот некое тоннельное зрение то есть очень узкое такое вот видимое перед глазами часть пространства окруженного часть зрительного поля видимо выхватывается самое главное а все остальное заретушируется черным вот это именно то состояние которое в частности описывают люди пережившие литургическую простите клиническую смерть они это описывают как движение в тоннеле на самом деле это не реальный тоннель ну там лефортовский там условно а вот кажущиеся в силу того что отсекается все лишнее кажущиеся эффект тоннельного зрения еще один из способов убрать лишний информационный поток это в смертельно опасных ситуациях у человека полностью отсекается ну в ряде случаев не всегда полностью отсекается слуховой поток информации то есть вот и я опять же на своем жизненном опыте вот у меня был случай когда меня в упор стреляли из пулемета и я видя как летят пули то есть время затормозилось и пули поэтому пролетали с очень маленькой скоростью был поражен этим эффектом не столько не испуган а вот именно поражен невероятностью фантастического зрелища это было задолго до фильма матрица где там помните нео легко от этих медлительных пуль просто так сказать играючи уходил но еще что мне запомнилось невероятно я не слышал ни звука все происходило в полной тишине и я уже так сказать грешил в то время я не интересовался этой темой это было во время службы на границе и я ни от кого такое не мог ни прочитать ни услышать и потом так сказать заинтересовавшись этим делом я выяснил что вовсе не сошел с ума это была нормальная реакция организма чтобы выжить в серьезной ситуации чтобы дать возможность организму обработать максимум информации и сработать как надо убираем все лишнее а звуки в данном ситуации вы знаете они не нужны наверное и никакой нагрузки никакой пользы от них не было и организм вот этот орган избавляется от ненужного зато так сказать быстродействие нашего внутреннего какого-то суперкомпьютера позволяет весь свой трафик работы тратить именно на то что нужно вот подчеркиваю вот это эффект про который нам упомянул наш житель мытищ это вполне логичные с технической точки зрения такие логичные действия и самое главное это действия которые подтверждаются очевидц участниками событий и именно по этому пути логичному наш орган и работает за что ему так сказать в очередной раз не могу не сказать спасибо потому что многие обязаны ему своей жизнью хорошо идем дальше вопрос эфира от Антона крепкого здравия насколько реален сейчас вариант из фильма где гонщик Алекс Ферланг разбивается на трассе на глазах своей невесты Джулии но он не погибает с помощью технологии будущего его переносят из 1991 в 2009 год оказывается в будущем разработаны технологии позволяющие перенести разум человека из старого тела в новое но что фактически что фактически дает возможность обрести бессмертие при этом личность человека донора стирается перемещает донора в будущее за мгновение до смерти оказавшемуся в будущем Алексу не успевая стереть личность он сбегает благодаря удачному стечению обстоятельств внезапному нападению устроенному неизвестными в общем там пересказ фильма идет так вот я что-то припоминаю но честно говоря не могу вспомнить название этого фильма что-то такое я видел да действительно что по этому поводу скажешь насколько все это реально действительно для режиссера это блестящий ход хотя мне кажется что-то тут перемудрили маленько но чем больше я вспоминаю канву фильма который считаю фантастическим все-таки больше больше фантастическим чем научно-фантастическим я думаю мое отношение здесь понятно но чем больше я слушал это описание честно говоря у меня тем больше возникала ассоциация с другим событием которое произошло совсем недавно вовсе не фантастическим фильме а в реальности немножко такое тревожное событие умер известный человек в возрасте 101 года человек который потратил миллионы если не миллиарды на прорывные научно-технические разработки и эти разработки в том числе по нашей тематике в том числе он не менее 30 лет курировал изучение кругов на полях по всему миру при этом не допустив утечки информации об этом изучении то есть результаты складывались в стол в отличие от наших исследований которые они доступны по крайней мере в виде научно-популярной литературы об его исследованиях точнее о его результатах исследованиях которые он курирует неизвестно совсем ничего так вот он курировал и ряд направлений научной деятельности именно по той тематике про которую я говорил вот и как бы ничего слишком нового я здесь сейчас о нем не сказал кроме кроме одного этот человек недавно буквально неделю назад он умер я думаю что те кто следит за новостями понял о ком я говорю и поползли так сказать слухи пока называемых слухами что этот человек который сменил семь сердец ему семь раз меняли сердце ну чтобы продлить его жизни уже после такого так сказать рекордного показателя близко никто не подошел такому рекорду и это говорит о том что он за возможность продлить годы существования своего тела или души не пожалеет никаких миллиардов и именно поэтому поползли слухи что он не умер так сказать в полном смысле этого слова что он каким-то образом так сказать вложился просто в более лучшие технологии имеется ввиду не стал восьмое сердце себе менять место так сказать старого седьмого а он вложился возможно в то о чем так сказать вы сейчас прослушали в описании этого фильма по крайней мере такое немножко тревожное чувство черт возьми эта смерть была по-настоящему или это очередная такая вот хитрость научная научная для которой на которую простой смертный не способен но миллиардер от этого миллиардера что называется ожидать можно всякого ну тревожное такое так сказать чувство хотя может быть не без оснований подождем узнаем через некоторое время может быть это были напрасные страхи нагнетенные всякими всякого рода впечатлительными конспирологами я себя к таковым не отношу и не хочу так сказать пугать людей ну извините какой вопрос такой ответ понятно ну так принизил планочку насчет миллиардера конечно там все повыше ну идем дальше вопрос эфир от Ильи из Ильинского здравия Вадим с недавнего времени находясь в бане стал замечать интересную вещь нахожусь в парной вместе с источником музыки пока сижу на кутнике наблюдаю замедление музыки как будто старый кассетный магнитофон пленку тянет когда ныряю после парной снег либо обливаюсь холодной водой и снова возвращаясь в парную наблюдаю ускорение музыки длится это недолго меньше времени звучания трека замечено только на знакомых композициях такт которых досконально знаком попробовал менять источник музыки сначала транзисторный аппарат потом ламповый дабы исключить сбои в результаты перегрева музыка в формате mp3 идет с флешки зажеванные кассеты исключительно сам процесс декодирования формата mp3 исключает такие явления ускорения замедления то есть если бы плавала частота кварцевого генератора из-за перегрева были бы ошибки в чтении как вы считаете опасны ли подобные игры со временем для организма я этот вопрос оцениваю не как вопрос а скорее как подсказку спасибо за подсказку потому что я в банях экспериментов не проводил я к баням несмотря на интерес к этой теме я думаю вы поняли что интерес меня очень высокий тем не менее так сказать к баням относился как к баням до сего момента сейчас немножко так сказать задумался но в принципе эта подсказка не выходит за рамки моих убеждений того что я говорил в том плане если сказать если вместо термина я пошел в баню употребить термин я пошел немножко закалить свой организм и заодно потренировать свой орган управления временем потому что вот такие резкие перепады температур сами понимаете они не могут не сказаться на легком стрессе извините если вы ныряете после высокой температуры бани в сугроб что или в ледяную воду это в чистом виде пример сверхстрессового состояния если вы нырнете извините без нужной подготовки в ледяную воду медики тут же скажут вам осталось жить в ледяной воде максимум 3 минуты и все и кома и привет родителям но если вы подготовленный морж или просто так сказать любитель русской бани то впоследствии совсем другие скорее веселые и жизнерадостные да что я тут так сказать пою оду русской бани я думаю тот кто в теме тот получше меня знает насколько это замечательное и здоровое времяпровождение и что называется это тот случай который в отличие от спиртного я наоборот всячески так сказать рекомендую но помимо так сказать общих рекомендаций я что называется намек понял и попробую так сказать поразмышлять а может быть даже так сказать какой-то эксперимент в этом плане провести в любом случае ходите в баню разумеется с какими-то оговорками тут что называется медикам надо передать медикам слово кому не рекомендуют кому нет но пока что это скорее в плюс пожалуйста не не опасайтесь если вы чувствуете что вот как с хождением по углям как сморжеванием что это что называется на пользу вам то вперед из песней если под ружьем вас заставляют нырять как помните доцент я стою а ты ныряй в проруби то наверное ничего хорошего из этого не выйдет так что все зависит ответ на этот вопрос зависит от вас я бы хотел чтобы этот ответ был положительным по крайней мере в мои представления об органе управления временем это так сказать стоит скорее в плюсе чем в минусе то есть как положительный пример идем дальше реплика из ютуба Михаил написал 21 час 13 минут сейчас у нас уже 0 часов 56 минут так что делайте вывод когда это было написано эти системы использовали казаки характерники и используются в боевых искусствах и называется это искусство казачий спас один из вариантов да казачий спас дальше вопрос эфир от Ильи из Ильинского знаком ли Вадим с явлением называемым трансгрессией когда мы в данный момент вдруг ставим под сомнение факт того что какого-то события в нашей жизни не было списывая его на причуды памяти то доказательства того что это событие произошло в прошлом исчезают и как ни крути приходится в конце концов соглашаться с тем что этого не было в эти моменты мы резко меняем прошлое выходит наше решение в настоящем меняют не только будущее но и прошлое люди в черном вспоминаются так все посмотрели подошлись и сюда посмотрели одевают очки и что-то достают из кармана я знаком и не только с этим но в отличие от там темы бани которые как вы поняли я воспринимаю очень положительно и рекомендую там чуть ли не всем вот этот метод я не буду пропагандировать потому что он весьма опасный тут что называется от до шизофрении полшага даже не один шаг а полшага а мозги к сожалению пока что даются человеку один раз в жизни поэтому если вы так сказать рискнете без моей рекомендации я не буду ее так сказать всем направо налево раздавать этим заниматься то хотя бы так сказать вспомните предостережение что делать надо опыты над своими мозгами очень и очень осторожно вот так что не запутайтесь пожалуйста в лабиринтах времени в дереве времени вспомните о чем я говорил растекаться по древу времени надо очень осторожно вот если вы выбьете так сказать один сучок на который опираетесь на дереве вот так легко расстанетесь с каким-то элементом прошлого что будет с вами как бы там знаете не хочу уходить в аллегории но что-то вот я считаю надо 10 раз подумать даже не 7 а 77 раз подумать прежде чем делать этот шаг я бы может быть не был столь категоричен если бы не знал несколько конкретных примеров но к счастью они имели место не со мной но с людьми которых я хорошо знаю и которым не потерял уважение но отношусь к тому что с ними произошло как к некому варианту такой производственной травмы я бы не хотел чтобы чтобы наши радиослушатели тоже так сказать такую травму получили как с ней бороться как возвращать в норму вот эти мозги которые у которых съехала крыша пока что таких методик нет ну религии предлагают и всякие целители платные свои услуги в этом плане но в основном это так сказать не лечение а скорее там какой-то вид такой вот стагнированной терапии то есть это не возвращение к к нормальному здоровому образу жизни и к нормальному возвращению мозгов на место а это скорее ну какое-то вот удаление человека из социума скорее способ сделать человека безопасным для окружающих ну в общем сами понимаете это не совсем то что я бы хотел чтобы происходило в вашей жизни это не наш метод да хорошо такой хоккей нам не нужен да идем дальше вопрос эфир от Миколаевича из Тераховки к вопросу о предыдущих рассказах Вадима о космосе к тебе сейчас как к жрецу обращаются как гуру вот как-то очень интересно да стоит ли идти на время первых или салют 7 кино лучше какое посмотреть значит я пока что не видел ни первого ни второго но так немножко неприятно воспринимаю ну для себя лично для себя для зрителей может быть этот фильм будет и замечательным я говорю про время первых но я чувствую приближение этого этой премьеры с некоторым неудовольствием для себя дело в том что истинным автором сценария этого фильма синопсиса являюсь я ваш покорный слуга я подарил как выяснилось подарил всю идею фильма сценарий в виде сокращенного синопсиса подарил так сказать человеку который этот фильм реализовал сам фильм я пока что не видел но от чего-то так сказать я уверен что моя фамилия там не будет в титрах и поэтому так сказать не тешу себя иллюзиями о каких-то гонорарах но с другой стороны как оптимист и человек не зловредный я про себя даже в тот момент когда я передавал этот синопсис я для себя заранее почти заранее будучи уверенным что никаких финансовых выгод я с этого не получу я это тем не менее намеренно сделал потому что отношусь к герою этого фильма которого знаю лично с очень большим уважением и я искренне считал и считаю что фильм о приключениях этого супергероя реального человека и одновременно я считаю его настоящим и невыдуманным американским супергероем а советским русским супергероем с оговоркой реальным я считаю незаслуженно что очень долго хорошего фильма о его приключениях не было он этого более чем достоин может быть более достоин чем многие другие вот поэтому даже так сказать бескорыстно так подарив этот сценарий в киношный так сказать мир который конечно не без обмана так сказать существует я если этот фильм действительно получится хорошим я буду считать свою миссию выполненным пусть и бескорыстно но зато так сказать с чувством выполнен долго как минимум я вот в чем-то свою миссию в этом вижу ну про себя добавлю у меня есть некоторый опыт создания сценарийных фильмов но нет опыта получения гонорара за этот фильм один из моих фильмов к слову сказать получил в Голливуде первую премию на одном из фестивалей и долго Голливуд представитель Голливуда мне звонил и поздравлял с этим так сказать величайшим достижением пока не намекая так сказать обещая что как автору идеи и сценария этого фильма а я писал в данном случае не сценарий а главу в книге они экранизировали одну из моих глав и она оказалась действительно вот удачной Голливуд так сказать рукоплескал но если вы спросите о том что я получил кроме морального удовольствия ответ простой ничего так что в соответствии со своей полной незаинтересованностью и неясностью что в результате появилось я не могу рекомендовать или наоборот не рекомендовать ходить на эти фильмы потому что сам я их пока не видел хотя являюсь автором одного из них вот такой парадокс очень бы хотел чтобы фильм действительно вышел хорошим но не более того вы знаете наверное вышел хороший давно уже американский фильм например марсианин а реальным автором этого фильма является одним один из россиян который за это дело тоже так сказать не получил ни копейки ни цента поэтому я в этом плане ничем не хуже ничем не лучше так сказать других таких вот людей творческого плана но зато подчеркиваю у меня есть огромный моральный козырь я уже получил моральное удовлетворение потому что мое уважение величайшее уважение перед первыми космонавтами многих из которых я лично знал и знаю я получил я получу еще больше удовлетворения если по моим синопсисам создадут фильм там не только об Алексея Архиповича Леонова Леонове который я знаю так сказать лично с уважением но и допустим фильм о Георгии Михайловиче Гречко который знаю еще был лучше с которым был в экспедициях и этот человек могу вам сказать его официальная биография ну как бы сказать книжная биография это ничто это крупинка от того чего этот человек достоин но вот конечно с оговоркой что чтобы преподнести его историю можно только не в желтом ключе я бы очень хотел чтобы был экранизирована история Сергея Павловича Королева потому что это тоже так сказать все фильмы которые я видел советские там постсоветские лубочные они тоже упрощают эту величайшую фигуру которую перед которой я тоже преклоняюсь и зная биографию где-то вот побывав на всех на большинстве мест где он отметился где он едва не потерял жизнь я был даже на Колымском прииске где Сергей Павлович едва не погиб мое золотишко я был на том месте где его жизнь в тундре спас непонятно откуда взявшаяся дымящаяся горячая буханка хлеба в абсолютно безлюдной местности в заснеженной тундре ну я знаю вот некоторые другие такие вот не хочу слова мистические употреблять удивительные скажем так фрагменты его биографии которые из человека легенды такой советской легенды превращают в моем понимании превращают его даже не в человека супергероя а в человека уникума человека который совершил величайший прорыв из прорывов ну естественно этот список я могу продолжать дальше и вот в данном случае выход этого фильма который я жду это я расценю просто как один из шагов в этом направлении понятно из столь обширного ответа я понял что первое фильм «Россианин» придумал «Россиянин» дальше ты хочешь снять несколько фильмов ну не снять а подсказать идеи поучаствовать поучаствовать да в снятии правдивых фильмов о наших замечательных людях то есть жизнь замечательных людей должна быть воплощена и то что людей действительно недоцененных до конца в данном случае замечательный он тоже подходит потому что он заметный в нашем прошлом истории переверный неоднократно не переверный а скорее недопонятый потому что режиссеры может быть не до конца через себя пропускают историю биографии значит уже и переврали ну значит уже и переврали возможно да вот и то что несколько фильмов так или иначе уже вышли за границей которые относятся к тебе и ты относишься к ним а ты все-таки не можешь уточнить как же тот фильм ты назывался который там Оскар получил и к тебе так вот там прошаркиваясь по телефону долго-долго говорили и на этом все закончилось у меня у меня на страничке он есть этот фильм в разделе фильмов я все забываю как назвали его американцы по-моему не не рассказ не письмо как-то так ну с вашего позволения я чуть позже сейчас найду и вот и скажу год выпуска и название хорошо хорошо непольшое время надо вопрос в стиле Высоцкого где деньги задавать не буду понятно где нет договора где нет договора там с демоном конечно я здесь знаете пафоса не хочу приносить лишнего время много уже прошло а у нас времени все меньше поэтому отвечаю на вопросы реплика в эфир от Антона а как же трехсотлетние старцы кое на лет сорок пять шестьдесят выглядит непонятно к какому моменту реплика относится в 22 часа 19 минут она поступила к нам в каком плане вот не совсем дополнил вот я тоже не совсем понял вопрос да я тоже не могу отследить поэтому в данном случае помочь тебе не могу в общем есть такие факты что вполне себе так пожилые люди с нашей точки зрения выглядят вполне бодрыми если коротко я допускаю это хотя понятно есть сильные разночтения с возрастом там в каждой стране считают своих долгожителей самыми долгожителями этот факт там оспаривается другими говорят покажите свидетельство о рождении а какие свидетельства о рождении там в девятнадцатом или тем более в восемнадцатом веке были вот поэтому что называется я допускаю это но все-таки вот отталкиваясь от научного достоверного факта есть безусловно сомнение анекдот такой не анекдот а скорее анекдотичный так сказать случай приведу Япония считается одной из стран долгожителей но когда копнули не так давно перепись перевести провести этих людей их надо проводить потому что родственники получают хорошие приличные такие вот дивиденды от государства такие вот повышенные пенсии что ли чуть было не сказал повышенные стипендии поэтому это это очень престижно но как только так сказать начали ревизию проводить оказалось что долгожителей которые так сказать проходят как живыми уже нет их там тайно похоронили 5-10 больше лет назад и когда это всплыло там разразился скандал и количество долгожителей резко уменьшилось на порядок потому что стали быстренько их хоронить то есть такой наступил мор с долгожителями это я не намекаю ни в коем случае на то что там старцы которых может быть следует уважать что это все сплошной обман я просто призываю к нет проосторожности с выводами давайте сначала так сказать вот как случай с прогереей помните эпизод когда девушка не девушка точнее а вполне себе солидная женщина исправила год рождения с 47 на 77 возможно лететь и обратные варианты давайте их тоже не исключать хорошо так идем дальше елена 777 вопрос в эфир здравствуйте скажите пожалуйста бывают ли случаи в практике жизни чтобы старый человек помолодел и эффект остался бы бывает но это более редкий опять микрофон шуршит микрофон это более редкий случай чем обратные эффекты ну наверное потому что он более сложный видимо так тем не менее да помолодевшие случаи вполне нормальные ну в смысле не распространены правда правда не удивляйтесь тому что этот эффект тоже бывает временным вспомните про закон сохранения вспомните про эффекты наиболее зрелищные эффекты с после торгическим состоянием да вы позволили себе обмануть время но что называется до конца знаете такие обманы не проходят как в случае с нашим знакомым миллиардером фамилию которую я так и не назвал потому что кто надо и так догадался 7 раз менять сердца знаете обманывается на свет наверное так сказать можно но есть какие-то пределы шуршание на этих словах усилилось микрофона в общем да видимо эфир как-то неровно реагирует пространство и на каждую информацию реагирует одинаково пространство реагирует неодинаково вот хорошо идем дальше Виктор всем здраве состояние самадхи это тоже замедление времени как у медведей конечно конечно это одна из разновидностей вот того состояния которое я образно сравниваю с пружиной которую надо взвести в боевое состояние вот для того чтобы вы в момент боя в момент максимального выплеска энергии который вам предстоит сделать в важные моменты своей жизни ну что может быть важнее чем единоборство чем бой если вы перед этим сделаете то что бывает обычно после этого важного момента а после бывает ступор в этом случае ваши шансы естественно повышаются очень сильно то есть замените слово самадхи на на термин пред ступор и в принципе как бы эта замена абсолютно не будет правомочная но вообще если там разобрать слово самадхи интересно конечно все получается но сейчас не будем этим заниматься так ладно реплика в эфир от Владимира Измытищ Вадим когда ты рассказывал про медведя у тебя ошибочка вкралась если человек будет вешать датчик времени на спящего медведя то датчики будут показывать не состояние медведя а сверх шоковое состояние человека который вешает датчики я оговорочку сделал я предлагал не на спящего медведя вешать как раз понимая что здесь что называется вы скорее разбудите медведя и тогда вам будет не до датчиков я предлагал предлагаю точнее вешать его заранее до того как он ляжет в спячку но понятно от этого легче не становится предлагать легко выполнить сложно медведи знаете они достаточно серьезные товарищи не ну можно тут знакомому мишку попросить чтобы он был поаккуратнее ну разве что да ладно хорошо вопрос эфир Вадим не хотели бы вы снять какой-нибудь фильм на свою тему вот о фильмах поговорили ну ты уже ответил да частично ответил не буду повторяться хотеть можно много как в анекдоте съест он съест кто же ему даст это там правда не про медведя кажется про слона ну неважно нет не про козла козел съест да кто же ему даст ну ладно вопрос эфир из ютуба от донны короткое часовое видео рассказ Вадима про гидычка просмотрела в ютубе уже 250 тысяч человек будет ли более объемное повествование интерес огромный и как обстоят дела с расшифровкой аудиокассет записи гидычка сделанных Вадимом ну по крайней мере я в планах это держу но не все сразу потому что тема как вот я уже там в некоторых случаях упоминал когда я говорю тема не закрыта это означает что часть информации я не могу не имею права выдавать ну потому ну вот именно потому что тема не закрыта несмотря на то что гайдучок умер в 1991 году то есть казалось бы четверть века прошло уже с лишним и что нового можно узнать но не проходит года от ныне живущих людей вот находятся очевидцы которые пишут и говорят а вы не все рассказали а я хочу добавить от себя а я был знаком с этим человеком вы не упомянули про случай такой-то и вот иногда это конечно ложные какие-то такие слухи а иногда это такие вот сообщения приводят к дополнительным расследованиям и я например могу сказать что я ездил в Луганск бывший Варшлавград во время жизни гайдучка он был Варшлавградом где как оказалось вот общение с тамошними людьми резко изменило дополнило картину моих знаний о том что делал Гайдучок оказывается он не только ко мне обращался он нашел в Варшлавграде инженера который воспринял нормально тему машины времени и даже пытался с с ним машину времени починить это не удалось сделать потому что понятно арсенал ученого 20 века и 23 века конечно это разные возможности тем не менее так сказать эта информация дала мне повод считать что история не то что историю которую я изложил не то что она неполная она резко поменяла концепцию ведь в том варианте который изложил он мне изначально он сделал все чтобы я даже не задумался даже не просил и не требовал раскрыть тайну где находится машина времени на которую он прилетел ведь он не рассказал что прилетели вдвоем машина времени сломалась но тем не менее он в сломанную машину времени поместил девушку с которой приехал отправил ее обратно в будущее в надежде на то что она приведет с собой помощь привезет ну я кратко изложил более подробно опять же в книгах моих найдете я за каждое слово несу ответственность потому что максимально близко к услышанному это произнес но позже так сказать уже основываясь на новой информации я понял что он в этом плане в этом моменте он слукавил почему я понимаю для того чтобы я не искал эту машину времени преждевременно это было делать с его точки зрения а если бы он сказал что машина времени осталась ну как минимум он бы меня невольно спровоцировал конечно бы на найти поиски я бы не удержался что тут так сказать скрывать поэтому он меня не стал провоцировать и поступил по принципу раз девушка улетела на машине времени то соответственно и проблем нет смысла нет искать и я этим долго делом не занимался и только спустя годы как бы понял что был неправ что никуда эта машина не улетела девушка с которой он прилетел тоже соответственно никуда не улетела они с этой девушкой прожили долгую счастливую жизнь это оказалась его жена она прожила на пять лет дольше его умерла в один и тот же день но через пять лет после гайдучка и соответственно я не зная этого эти пять лет фактически потерял то есть я с ней так и не поговорил по душам хотя общался конечно с ней не меньше чем с гайдучком вот но я к ней не относился именно вот как как участнику этих событий хотя она была в теме полностью что называется сильно жалею об этом но упущенные возможности это упущенные возможности теперь вот получается история это сильно видоизменяется и изменяется изменяется мое отношение и тактика и стратегия именно поэтому я растила незакрыто поэтому не обижайтесь пожалуйста я не могу все выкладывать если считаю это преждевременным поэтому не обижайтесь если я до конца что-то не выговариваю в этом виновата исключительно сама цензура для того чтобы довести дело до конца вот хорошая правда вот все понятно хорошее уже прям со всех сторон уже и так и так и реверанс такой шляпой махнул три раза все принято все плащ отброшен шпага убрана шляпой махнул все хорошо идем дальше Елена777 вопрос в эфир что вы думаете про врата времени что в книге Джаре немножко не в теме наверное я эту книгу не читал либо забыл наверное да нет она просто не так давно вышла там несколько уже книг несколько томов возможно заинтересуюсь пока не могу ничего ответить хорошо врата времени про них что-то скажешь пару слов чтобы не растягивать или пойдем дальше ну замените этот термин на более привычный для меня портал времени или хронопортатор то есть устройство для мгновенного перемещения во времени и в этом плане как технический термин это вполне нормальный для меня термин ну конечно саму книгу я не читал как это взгляд автора критиковать не могу а именно взгляд на идею мгновенного перемещения во времени равно как и не мгновенного растянутого на некотором промежутке то есть есть хронопортация а есть хроноперемещение вот два типа перемещения против первого и второго я абсолютно не то, что не против. Я за такие взгляды. Ну, тогда, наверное, тебе стоит все-таки поинтересоваться. Возможно, да. Хорошо. Реплика эфира из Ютуба от Руссия. На Е-Рэдинг-клуб нашел 25 книг Вадима Черноброва. Где еще раз? Сайт Е-Рэдинг-клуб. Незнаком, к сожалению. Но допускаю, что... Распространяют. Хорошо. Может быть, да, может быть. Но это не через меня, конечно, идет, как вы поняли. Ну, пусть, что называется, нам не жалко. Дальше. Вопрос эфира от Олега из Авроры. Часто при засыпании появляется такой эффект. Я что-то вспоминаю, но точно знаю, что этого со мной не было. Когда я пытаюсь детально проанализировать, то полностью забываю и вообще не могу вспомнить, о чем было воспоминание. Есть ли какие-нибудь способы, методика для того, чтобы вспомнить? Разные. Я здесь не могу личного, так сказать, опыта личных отработанных методик привести, но могу ссылаться на другие методики. Они публиковались с разными людьми в разное время. Люди пробуют. Там один известный классик, который получал во сне информацию, желая избежать главной опасности. А главная опасность состоит в том, что человек вроде бы помнит во сне все подробности, но просыпаясь, у него это полностью выходит, так сказать, из короткой памяти. Это очень короткая память. И вот чтобы избежать вот этот губящий информацию быстрый переход, вернее, не быстрый переход, люди пытаются максимально быстро просыпаться. Вот для ускорения этого просыпания используют разные способы. Вот один известный классик, например, старался засыпать, держа в руке металлический шар на вытянутой руке. Клал его так, чтобы рука свисала с кровати. Под шаром он ставил пустой таз. Так сказать, логика здесь простая. Пока ты засыпаешь, ты контролируешь свою руку, и шар не падает. Как только ты заснул, ты расслабился, шар выпадает, и пока он летит, очень недолго, конечно, из твоих рук до таза, ну, сколько это займет времени? Полсекунды, наверное, да? Человек видит в это время сон, переживает за короткий сон какой-то жизненный опыт. Грохот падающего шара приводит его в себя быстро. И вот благодаря вот такой вот экзекуции он просто не успевает забыть этот момент. Я сказал один из примеров. Ну, интересующиеся, наверное, найдут, если другие примеры. Если вам это интересно, что называется, повторите, найдите свой собственный вариант, который вас устроит. Это тяжело, потому что сон человеку ведь нужен. Если человека лишить сна, заставить его во сне еще какие-то эксперименты ставить, знаете, через неделю вы будете просыпаться с каменной башкой. Но, тем не менее, наука требует жертв. Попробуйте, если интересно. Расскажите мне о своем опыте. У нас была передача про осознанные сновидения. Вот там как раз эта тема поднималась. Как, во-первых, отличить, является ли это всего лишь навсего каким-то образом от воспаленного мозга? Является ли это всего лишь навсего работой мозга, когда он перерабатывает полученную информацию, которая была с вами в течение дня? Или же это немножечко другой уровень, когда предсказания каких-то событий, которые в образе складываются? Или еще более высокий уровень, когда вы в какие-то меры входите, оттуда получаете какие-то знания и нужную информацию? Это осознанное сновидение. Такая тема у нас несколько раз в эфирах поднималась. Методики известны. Так что вы можете поискать, найти и как не мучаясь, а шаром, например, немножечко так на более правильный, на мой взгляд, образ сна перейти, чтобы и спать, и отдыхать, и в это же время получать нужные знания. Я маленькую паузу возьму. Отвечаю с некоторой задержкой на вопрос, который пять минут назад не сумел ответить. Американское название фильма, которое было сделано по моему сценарию, называется «Конверт» в оригинале на английском языке «Envelope». Значит, снят на основе главы из моей книги, из книги «Параллельные миры». Вот сейчас только что я разместил ссылку на этот фильм на своей страничке ВКонтакте. Если вы его еще не видели, посмотрите, получите удовольствие. Сценарий, в смысле случай, документальный. Американцы его воспроизвели, как бы сказать, с документальной точностью, за исключением концовки. Герой фильма реально погибает на самолете, но погибает, тут есть не разница, американцы сделали вот эту трактовку, что он погибает на самолете КГБ, который его почему-то арестовывает. Нет, КГБ его не арестовывал. Он погиб на самолете во время Великой Отечественной войны, когда его послали в командировку, как военного корреспондента, на фронт. И этот самолет Ли-2 был сбит, и поэтому он погиб. Вот, во всем остальном, фильм документальный, то есть он соответствует реальной истории, которую вот я раскопал. История потрясающая. Но я, с вашего позволения, не буду дальше пересказывать фильм. Посмотрите, получите удовольствие. Я это гарантирую. Вот сейчас он выложен. Хорошо, благодарю. Благодарю. Итак, ответ в эфир. Катя, Вадим, спасибо за эфир и ответы. Очень интересно. Там была реплика еще в Ютубе о том, что человек, который задавал про книги, когда что будет, его интересовали именно печатные издания. Но мы как раз этого и касались до того, за час, наверное. Дальше реплика из Фейсбука. Аудитория расширяется. Значит, еще Фейсбук подключился. От Федора Сухова. Мое предложение названия для машины времени Автохронос или Хронофар. Пояснялка к Хронофагу. То есть, есть машина, съедающая или пользующаяся временем по своему усмотрению. То есть, по усмотрению водителя лошади. Кстати, по поводу водителя Хронофага Хроношеф. О как. Да. Чем глубже в лес, тем толще термины. Да, тем толще партизаны. Интересно, у нас сегодня эфир выстроился. Сколько тут получается? Мы уже стреляем там. Пять часов, двадцать девять минут и тридцать секунд. Интересно. Ну, вот мы все вопросы озвучили. Ты на них ответил. Все реплики тоже я прочитал. Ты на них прореагировал. Ну, на них не прореагировал, но взял на заметку, не относясь к ним не как к вопросам, а как к неким подсказкам. Чему я тоже, так сказать, более чем доволен. Так что, надеюсь, наш разговор был взаимополезным для всех сторон. И для меня тоже. Да, и теперь надо как-то подвести жирную черту, поставить точку и сказать что-то хорошее, доброе, исходя из того, что мы сегодня в эфире рассматривали. Ну, я очень надеюсь, что хоть я и начал со страшных ночных кошмарных рассказов, но плавно сделал все, чтобы эти ужасы переросли в прямую в себе противоположность, в уверенность в своих силах, в том, что мы гораздо сильнее, чем даже кажемся сами себе. Я очень надеюсь, что передача внесла какую-то долю оптимизма и жизненной энергии в наших добрых радиослушателей. У меня такое ощущение, что нас слушали только добрые люди. Как-то так, наверное, я, может, ошибаюсь, но я надеюсь, что я прав. А для добрых людей, конечно, мне абсолютно не жалко потраченного времени, пока мы говорили об этом самом времени, потому что любая информация полезна. А уж такая информация, о которой мы говорили, это знание знаний. На мой взгляд, ничего более важного и актуального на сегодняшний момент, как ближайшее мировое ожидаемое такое техническое революционное событие, как темпоронавтика, которая стучится в наши двери, вот-вот, так сказать, станет реальностью. Это с одной стороны. А с другой стороны уже тысячи лет наблюдаемые нами более чем странные заболевания, отклонения от нормы как в плюс, так и в минус бередят наше сознание и дают нам спокойно жить и успокаиваться, и думать, что мы знаем всё на свете. И вот тот путь решения этих загадок, который я сегодня озвучил, который искренне считаю таким вот, может быть, более правильным, более перспективным путём. Ну, если не будет поддержано нашими радиослушателями, а даже если один поддержит, я буду считать свою миссию выполненной, а для других, для всех остальных, которые, может быть, послушали, взяли что-то полезное для себя, как минимум я считаю достойным то, что я придал им некоторую долю уверенности что надежды на спасение, надежды на свои силы есть у нас всегда, даже в тех случаях, когда никакой надежды уже, как кажется, нет. И это, так сказать, наверное, более чем оптимистическое утверждение и более чем достойное утверждение для тех, кто ложится спать, вот всем, кто ложится спать, не просто приятного сна, а пожелание мои сделать так, чтобы ваши органы временем, управления временем во время сна синхронизировались как надо, чтобы вы встали и проснулись как надо, в полной боевой готовности и с уверенностью, что ваши знания вам помогут в том числе и в самых безнадежных ситуациях. Ну, так и хочется, так сказать, известной фразой закончить «И да пребудет с вами сила». Хорошо. Маленькое уточнение. Ратибор Берестов написал вопрос эфира. Конверт. Действие драмы разворачивается в Советском Союзе в городе Севастополь. В центре истории находится писатель-публицист Евгений Петров. Этот фильм имеется в виду? Да, все верно. Именно герой фильма это реальный персонаж, известный писатель, к слову сказать, с автором Ильфа и Петрова, того самого. И для людей, которые посмотрят этот фильм или прочитают, изначально эта история была описана именно у меня в книге, я думаю, что они увидят историю этого человека, которого, так сказать, знают по известным фильмам, киносценариям и книгам, увидят его с другой стороны. Это действительно загадочная такая история, которая, не знаю, она почти сказочная, но это реальная история и более чем удивительная. Ну, еще раз говорю, давайте не портить предвкушение от этого фильма для тех, кто еще не знаком с этой историей. Посмотрите, получите удовольствие. Только вот оговорочку скажу, уже сказал точнее, он немножко в другом самолете погиб, и вот, ну, не то, что простим американцам, для них русские КГБ, злые КГБшники, это что-то такое вот гармоничное, одно без другого быть не может, и почему-то они решили, что так будет убедительнее. Все-таки фильм сделан под американский менталитет. Но, тем не менее, все-таки вот такое, так сказать, небольшое отклонение от сценария не рушит главной мысли. Попробуйте эту мысль сами увидеть, хорошо? Хорошо, благодарю тебя. В заключении я не буду всяких там умных слов говорить. Мне хочется вот здесь в чате размещены некоторые писания, в частности, один стих, который нас, наверное, одновременно и во времени перенесёт в некогда бытие наше прошлое, и в то же время обратит наше внимание на такие понятия, как совесть, здравомыслие и память. Стихотворение «Хлеб» В кафе, где стены зеркалами, где грохот жаза дразнит плоть, в углу валялся под ногами ржаной поджаристый ломоть. Корить кого-нибудь нелепо за то, что мир разбогател, и что кусок ржаного хлеба никто поднять не захотел. Но мне тот хлеб ржаной, немодный, с обидой тихо проворчал. Забыли чай, как в год голодный я всю Россию вручал, когда война вдома ломилась и черный ветер мел золу, когда-небось во сне не снилось, чтоб хлеб валялся на полу. Добро, что люди сыты сныне, что столько праздничных судеб, но как заветные святыни нельзя ронять на землю хлеб. Я протянул поспешно руку и подобрал ржаной кусок, как подскользнувшемуся другу подняться на ноги помог. Прекрасные стихи. 1972 год. 1972 год. Ковзев. А у меня перед глазами стоял пример Сергея Павловича Королева, который подобрал только не с земли, не с дороги, не из пыли, а из заснеженной колымской тундры именно горячий кусок хлеба. До сих пор непонятно, откуда он взялся. А в остальном, мне кажется, это стихи про Королева. Каждый увидит, наверное, свой пример. Главное, чтобы увидели. Да, да, да. Ну что ж, друзья мои, заканчиваем передачу хорошему. Тоже когда-то наступает время, и надо знать честь, то, что говорится. Напоминаю, что сегодня уже не 29 марта, когда мы начали передачу, а 30 марта 2017 года, уже четверг, 20, пока еще восьмой день по жирическому календарю месяца пробуждения природы 7525 лета. Путешественники во времени часть третья болезнь времени. Такова была тема сегодняшнего эфира. Автор соведущий Вадим Чернобров, автор, сказитель. День богини Тары по жирическому календарю. Много тут у нас чего интересного было. Слушайте в записи, изучайте, понравилось, делитесь с другими. Знайте, что все находится в ваших руках. Добро требует не просто, чтобы вы на него созерцали, а чтобы вы еще помогали ему развиваться. Так же, как розе вы помогаете среди бурьяна жить, расти и расцветать, чтобы потом влюбоваться ею и наслаждаться ароматом. А бурьян он сам растет. Бурьян это дети земли. Но в данном случае бурьян в обществе это не дети земли, это то, что пора делать цивилизацию. Мы ей отравлены, нам пора от нее избавляться и возвращаться на человеческий образ жизни. Как-то так. Я с вашего позволения еще добавлю, наверное, через некоторое время мы с вами продолжим беседу в эфире Славянского Ради, ну более конкретно, когда это решим, чуть позже. А на ближайших планах, напомню, 3 апреля я жду желающих в Брянском университете на своей лекции по машине времени. Это четко, так сказать, наша тема. А 1-2 апреля, то есть на день раньше, я буду читать лекцию, меня приглашают в Турцию, где эта тема тоже интересна, вот за счет предпринимающей стороны. Кстати, ненадолго съезжу и там, как я надеюсь, попытаюсь решить еще одну злободневную, более чем таинственную историю, которая имела место быть там. Не буду сейчас всех тайно раскрывать, я надеюсь, раскрою это чуть позже. Ну и вообще в Москве всех ждем на бесплатные лекции, все мои лекции бесплатные, каждый вторник вечером, милости просим в космопоиск, неинтересных лекций там не бывает. Так что давайте чаще встречаться поводов касаться разных аспектов разных тайн. У нас более чем достаточно, обо всем за одну передачу не поговоришь. Так что до связи в эфире и в онлайне и в оффлайне. До связи в эфире, до связи в жизни. Всем добра, друзья мои. Будьте счастливы. Здорово. С вами был Народное Славянское Радио, Алексей Орлов, Вадим Чернобров. До новых встреч. Увидимся и услышимся. До свидания. Народное Славянское Радио. Все нужно, все важно. Редактор субтитров А.Семкин, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова